Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. У нас была большая серия видео по поводу того, как выработать стратегию на 2023 год, и сегодня хотелось бы поговорить на тему про мышление, про мышление, как развивать мышление, и тема звучит, как обеспечить детям высокие шансы стать успешными в жизни. Для меня эта тема достаточно важна, объясню почему. То есть в настоящий момент я обучаюсь в бизнес-школе Сколково, да, там связано вопрос построения бизнеса, и есть такая интересная стратегия, связанная с тем, что нужно ответить на вопрос зачем, как и что. Потому что в большинстве своем более 90-95% людей, они живут по философии что, как и практически не отвечают зачем. То есть если вы посмотрите лично на себя, вам интересен вопрос, что делать. Я это вижу просто элементарно по количеству просмотров, которые я вижу на ютубе. Количество просмотров видео, где ответ происходит на вопрос что, что делать с долларом, что делать с золотом, что делать с недвижимостью, что делать с акциями, что делать с облигациями, что делать с жизнью. То есть мы постоянно находимся в информационном поле, что, 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 что сделать. Кто-то копает глубже, да, в попытке выяснить как. Вот как, это уже немножко сложнее, раз, и два, как правило, за это требуется заплатить. Можно самому приобретать опыт, да, но тем не менее, я вам, соответственно, стараюсь подсказать на канале, что происходит, что является первопричиной. Мы отдельно проводим большие мероприятия, говорим, как это делать, но редко, когда говорим, зачем. Давайте вот в сегодняшнем видео хотелось бы поговорить на тему, зачем лично мне это, и зачем вам это стоит делать. То есть где мое зачем? Потому что за моим зачем, наверное, это может у вас где-то тоже внутри отозваться, внутри екнуть, и вы скажете, слушай, Максим, мне нравится твое зачем, я хочу делать то же самое. Сейчас будет впервые история, которую мы никогда не делали на канале. Мы вставим видео со ссылкой на первый источник, и в свое время это видео меня очень сильно потрясло. То есть сейчас, пожалуйста, посмотрите видео, там буквально 3-3,5 минуты, и потом я постараюсь ответить на вопрос, что делаю я и зачем. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну что ж, ребята, вы посмотрели данное видео. Не знаю, какую эмоцию она у вас вызвала. Я поделюсь своими эмоциями. То есть, когда я впервые увидел это видео и представил себя, что я нахожусь вот на этой линии. То есть, на вот этой вот линии стартовой, когда еще не прозвучали определенные утверждения. И опять же, это было не сейчас. Это было, когда я закончил Суворовское училище или институт. Ну, то есть, мы же в жизнь приходим, когда получаем какое-то образование. То есть, некий Рубикон пройден, образование получено и нужно идти в жизнь. Я ментально представил, сколько шагов я сделал вперед. На самом деле, я сделал два шага. Два шага в ответе на вопрос, что я никогда не думал о том, откуда берется еда в холодильнике. То есть, когда я входил в свою взрослую жизнь, у меня мама с папой в разводе. У меня, соответственно, отец жил отдельно от мамы. То есть, у меня не было возможности ни частных репетиторов нанять, ни заплатить за какой-то ВУЗ. Хотя, в принципе, за ВУЗ заплатили, но я не мог заплатить за какой-то престижный ВУЗ. Моя семья не могла заплатить. Я не то, что жалуюсь, да, я просто, во-первых, хочу сказать, я такой же, как вы, кто смотрит данное видео. Второе, что для меня было важным и ценным, я подумал, а сейчас у меня есть четверо детей. Вот если они будут смотреть данное видео, сколько шагов они делают вперед. И меня действительно вдохновляет, что в настоящий момент они могут сделать на каждое утверждение шаг вперед. Хорошо это плохо, я не знаю, да, но вопрос, какие шансы у них есть при прочих равных условиях, когда они будут стартовать в своей жизни. Я думаю, что моя задача, наверное, как родители, не дать им денег, не обеспечить им капитал, а обеспечить им некое преимущество. В первую очередь, в плане взаимодействия с человеческим интеллектуальным капиталом. Причем, если вы еще раз вернетесь к просмотру данного видео, вы посмотрите, что шаги выстроены по уровню философии богатства семьи, про которую я говорил. Первым базовым уровнем, самым сложным, самым труднодостигаемым являются родители. То есть вместе они или не вместе, жил отец, знал ли отца или не знал ли отца. Я знал отца на самом деле и какое-то время прожили, поэтому, наверное, не два, а четыре шага сделал. Но тем не менее, что это такое? Почему люди вместе не живут? Почему в итоге расходятся? Потому что нарушена коммуникация. Потому что в современном обществе 90%, ну это опять голословное утверждение, исследования нет, но если вы посмотрите, все конфликты, которые происходят, когда происходит разрыв коммуникации, когда человек уходит самостоятельно с работы, когда разрываются отношения с супругами, с детьми, с родителями вы разрываете отношения, всегда нарушена коммуникация, каждый говорит на своем канале, у каждого свои собственные психологические потребности. Не зная этого, не удовлетворяя психологические потребности, не понимая прошивку человека, мы коммуницируем неэффективно, разрываем коммуникацию. И для того, чтобы двигаться дальше, после разрыва коммуникации нам нужно восстановиться, устроиться в какую-то другую компанию, там пытаться наладить коммуникацию. И опять не факт, что мы ее выстроим, мы опять ее разрываем и переходим куда-то в другую. И сколько у нас таких разрывов по жизни происходит? То есть вместо того, чтобы строить какой-то дом, который хорошо спроектирован, в котором проведены все расчеты, в котором указаны все артикулы, какие должны быть куплены. Мы, по сути, похожи на людей, которые делаем дом, разрушаем его, говорим, не, это не то, будем другой дом строить. И сколько таких разрушений происходит по жизни? А это время, это деньги, это нервы, это, в конечном счете, размер капитала, который мы обладаем. И первый базовый уровень – это коммуникация. И поэтому важно развивать коммуникацию. Я призываю еще раз посмотреть все ролики, связанные с коммуникацией, которые мы размещаем на данном канале. Это очень ценно. Что для меня немножко неприятно, некомфортно, да, я признаюсь честно, что они просто собирают гораздо меньше просмотров, чем, допустим, что делать с долларом или что будет с недвижимостью. Я не говорю, что это хорошо или плохо, я говорю, что оттуда вытекает вот это вот зачем. Мое зачем – это дать преимущество, старт своим детям в жизни и понимать самому, как развивается, да, то есть что является ценным, что является важным в моей жизни и над чем я должен работать. Над отношениями, над эффективной коммуникацией. Следующий уровень, да, это интеллектуальный капитал. То есть вы посмотрите, сначала идет разговор про родители, а потом что, позволить ли могли себе частный колледж, позволить ли могли себе репетиторов, получали образование, и не потому, что вы не являлись членом спортивной команды, то есть это никак не связано с интеллектуальным капиталом, это связано со спортом и престижем самого вуза. И только потом уже идет речь про зарядку телефона, про то, откуда берется еда. И для меня на самом деле это важно, да, и те усилия, которые я прилагаю, чтобы мои собственные дети имели более высокие шансы устроиться в этой жизни и быть успешными, чтобы они на этой стартовой линии были как можно ближе к финишу, привело к рождению проекта «Миллион за восемь». Более подробно вы можете узнать на вебинаре бесплатном в ссылочке под данным видео и подумайте над своим вопросом «Зачем?». Зачем вы ходите на работу? Зачем вы просыпаетесь в восемь утра? Зачем вы проводите два часа своего времени в дороге каждый день? Где ваш ответ на вопрос «Зачем?»? Я буду очень благодарен, если мое «Зачем?» согласуется с вашим «Зачем?», готов работать над этим, взять на себя часть ответственности, чтобы ваши собственные дети в этой гонке по жизни находились как можно ближе к финишу. Вот такое небольшое короткое видео, но надеюсь, оно для кого-то действительно перевернет жизнь, отношение к жизни и позволит задуматься хотя бы над этим вопросом, зачем вы делаете те или иные вещи. На этом у меня все. На связи был Максим Петров. Удачи вам. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok